то он сам попадал под суд и ему грозил расстрел. С этого момента времени стали ловить всех уже буквально. Ну и число наказанных это десятки тысяч. Постановление ЦИКа Совета Народных Комиссаров 22 августа 32-го выжить. Поэтому паспорт наказания по статье 192а два года. И понятно, что началась чистка городского населения. И вот теперь мы подходим к большому террору. Мы определили, что это 30 июля 37-го года, но на самом деле это совсем не так. Просто избрали, как всегда, какую-то дату, которая в голове как бы у всех. 37-й год, во-первых, это тоже неправильно. Ну и эта дата, вот мы разберемся, что же на самом деле послужило основанием говорить о большом терроре гораздо раньше. И что же это за явление такое. Значит, как известно, 1 декабря 34-го года, в день убийства Кирова, первой старе Ленинградского обкома партии, выходит постановление о порядке ведения дела, о подготовке и совершении террористических актов. Интересно, что это постановление как бы появилось сразу в готовом виде. Никто его не редактировал. Оно как бы уже было отполировано где-то, да, в каких-то кабинетах. И очень своевременно появилось прямо в этот день. Как известно, убил Кирова Николаев, убийца-одиночка, да. Ну, там почва для убийства была разная, в том числе ревность, там что-то еще. Вот. Но убийца-одиночка. Вот как бы других свидетельств о каком-то заговоре по настоящее время не существует. Никаких документов по этому поводу не найдено в архивах. Тем не менее, все это было сочтено самим Сталином как террор. И причем террор Зиновьевский, да. Ну, и вот постановление это гласило теперь, что приговор о высшей мере наказания приводится в исполнение немедленно. По вынесению приговора. Никакого конституционного обжалования. Приговор вручается за сутки до исполнения наказания. И никакого прения сторон не предусматривается. Вот такое жесткое законодательство. К этому времени произошла перестройка органов несудебного преследования. Еще в 30-м году в интересах коллективизации были созданы суды-тройки при УГПУ, объединенном в главном политическом управлении. Такие суды, надо сказать, действовали во годы гражданской войны тоже. Потом они исчезли. В 30-м году появились снова. Потом УГПУ было включено в НКВД. И создается особое совещание при НКВД, которое затем уже является главным органом несудебных преследований. В 35-м году появились даже суды-двойки. Ну, я полагаю, что у аудитории, которая заинтересовалась этой темой, есть какая-то определенная подготовленность все-таки. Не с чистого листа все слушают то, что я говорю. И вы представляете, что такое суд-тройка, да? Вот в вашем представлении суд-тройка. Кто вообще эти три человека? Как вы полагаете? То есть там об адвокатах речи не шло. Вот три. А суд-двойка? Да. То есть даже партийный человек, а вроде партия рулевой, да? Но вот и вот может уже не быть. Потому что Егода, например, глава НКВД и Вышинский, прокурор СССР, решали эти дела. Ну, суды-двойки направляли дела лично им. Вот они только выносили постановление. Вот такие органы появились. Ну, и убийство Кирова, оно привело к появлению так называемого Кировского потока. Есть еще аббревиатура КР, Кировский расстрел. То есть Кировский поток, Кировский расстрел. Вот смотрите, какое количество людей было выселено из Ленинграда. Это как раз в духе теории заговора о том, что Зиновьев, Каменев, они, в общем, следуя инструкциям из рубежа Троцкого, вот организовали этот заговор и убили Кирова. Количество людей, более 40 тысяч было выселено из Ленинграда. В марте-апреле 1935 года особое совещание про НКВД осудило ряд известных партийных деятелей по сфальсифицированному делу о так называемой рабочей оппозиции. Надо сказать, что рабочая оппозиция во главе со Шляпниковым, она формировалась еще в 1921 году, когда подавляли Кронштадтский мятеж и происходил 10-й съезд партии. Ну, почему бы не быть такой оппозиции внутри партии? Я повторяю, что больше-то нигде оппозиции возникнуть не могло. Партия одна. И сейчас вспомнили о том, что эта оппозиция существовала когда-то, кто в нее входил, хотя эти люди уже как бы и прекратили эту деятельность оппозиционную, но их вспомнили всех поименно. В январе-апреле 1935 года кремлевское дело, ну, оно известно еще больше как дело врачей. Там как раз скончался Максим Горький, ну, и еще ряд там партийных деятелей. И вот возникла теория такая, что это заговор кремлевских врачей, они были осуждены. И вот они обвинялись в создании террористической группы, которая готовила покушение на руководителей государства. В 1935 году создаются внесудебные милицейские тройки. Вот мы обычно говорим об инструменте НКВД или УГПУ, а это милицейские тройки. И не следует забывать, что это же Народный комиссариат внутренних дел, и в его ведении милиция находится. Мы потом, когда будем подводить итоги большого террора, увидим, какое колоссальное количество людей было осуждено этими милицейскими тройками. В этот момент неожиданно принимается Конституция, самая демократическая в мире. Ну, неожиданно, потому что загадка, это существует, дискуссии между историками тоже существуют. Но это совершенно не загадка для Сталина, который, как я уже говорил, с 1934 года задумал правовую реформу для того, чтобы избавиться от местничества партийных органов на местах и установить единоличную власть, создать централизованное государство. Он уже отказался от идеи отмирания государства. Еще в 1928 году Сталин высказал мнение о том, что будет нарастать классовая борьба по мере завершения строительства социализма, и диктатура предрядов должна усиливаться. И поэтому Сталин, как прагматичный человек, жестоко рациональный, понимал, что никакое государство не отомрет, что деньги как были, так и будут инструментом ведения экономической деятельности. И поэтому, собственно говоря, ему нужно было завоевать авторитет еще и в международном сообществе. Принимая такую конституцию, он лепил фасад этого нового государства. Не откровенно такого кровавого большевистского, а вот такого демократичного. И смотрите, сколько людей участвовало в обсуждении. этой конституции. И писал ее, вообще-то, Бухарин, который стал потом жертвой Сталина. И сколько предложений направлено. И, кстати, есть одна из версий, причин большого террора. Она заключается в том, что получение такого количества писем от трудящихся привело Сталина в ужас, потому что в письмах писались отнюдь нелицеприятные факты о том, что происходило в годы коллективизации, о недовольстве. Эти письма свидетельствовали о большом социальном напряжении в обществе. Причин большого террора на самом деле довольно много, но это одна из причин существенных тоже. Ну и вот здесь, в этой конституции, самой демократичной, все-таки мы можем статью найти, которая связана с концепцией революционной законности. А надо сказать, что большевики вообще постарались от этой концепции как-то отойти уже в 1927 году, когда вышла новая редакция Уголовного кодекса 1926 года. Там принцип классовый, он был удален из этого кодекса, классового подхода. Остались принципы усмотрения и аналогии. Тоже интересные принципы. Потом, если будут вопросы, я расскажу, что они означают. А здесь вот осталась такая статья. Вроде неприметная, скрытая там где-то внутри. Ну, враги народа. То есть, эта конституция также направлена против врагов народа. Вот что она провозгласила. Ну, то есть, фактически, первый этап коммунистического общества в стране построен. Государство не умирает, остается и усиливается. Ну и вот видите, что частная собственность уничтожена. Хотя уже этот первый тезис, он говорит о правовом беспределе. Потому что принцип частной собственности это принцип, которым живет все человечество во всем мире. И это покоится на естественной сущности человеческой природы. Все люди рождаются неравными, а равными никак не могут быть. Ну, вот если считать, что были эксплуататоры, и частная собственность, она разращает общество, и как сегодня мы критикуем наше общество, за рыночность его, за воровство, коррупцию и прочее. Вот в то время доказалось, что да, частная собственность – это зло. Ну, а все остальное, видите, права даны, тем более свобода совести, слова, печати, собраний, неприкосновенность личности, тайны переписки. Вот 36-й год, да, вот как-то это звучит так. И Коммунистическая партия была приглашена руководящим ядром всех других организаций. Раньше партия в Конституции прежней не упоминалась. Высшей законодательной властью являлся Верховный Совет. Ну, это тезис на том, что там было в этой Конституции. И вот теперь мы переходим уже к большому террору, или к ежовщине, как его называли. Термин «большой террор» впервые появился в работах Роберта Конквеста, в общем-то, зарубежного исследователя. У нас этот термин был не в ходу, но вот сейчас он стал нарицательным. А тогда ежовы рукавицы, ежовщина, вот все это было более распространено. Массовые репрессии основывались на решениях Политбюро ЦК УГББ, о которых, собственно говоря, я уже начал говорить и о доктрине Сталина, о усилении органов диктатуры Плетриата. То есть впервые идея усиления классовой борьбы по мере завершения социализма была высказана им в 1928 году. Французский историк Николя Верт рассматривает большой террор как осуществляемый властью механизм социальной инженерии. Конечно, много других версий есть и разных других историков. Я мог бы сослаться на разных, на десятки историков. Но вот эта идея Николя Верта, она мне ближе, больше всего понятна. И я также полагаю, что это как раз метод социальной инженерии. Это есть политика населения, которая, кстати, начала разрабатываться в генеральном штабе Российской армии еще в конце 19 века. И мы не должны забывать, что, вообще-то говоря, большевики наследовали авторитарные традиции предыдущего строя. И не надо там как бы думать, что вот до революции все было там правово, демократично, да, а большевики взяли все порушили. Нет, это тоже была авторитарная власть, которая также создавала внесудебные органы и особое совещание при правительстве царском Моно рассматривало политические дела. Точно так же. Поэтому это продолженная традиция. Так и политика населения, которая была разработана военными и географами, и которая говорила о том, как устроить многонациональные государства, кого поселить на окраинах империй, кого выселить оттуда, опасные элементы, она была воспринята большевиками, и, собственно говоря, это и есть метод социальной инженерии. То есть создать такое население, которое будет угодно этому государству для его силы, авторитета, имперской мощи и так далее. Независимо от настроения этого населения, их прав и так далее. Поэтому это продолжение традиции. Иногда есть такие шапкозакидательские высказывания, что вот большевики все порушили в России. К сожалению, традиция российская нам говорит совсем другую. Поэтому об этом следует помнить. Ну и вот современные концепции исторические. Были традиционалисты, потом ревизионисты, постревизионисты сейчас. Вот они считают, что источник террора не в режиме, а в массах, в отсталой политической культуре, которая воспроизводила режим. И он оформил массовую агрессию и коллективное пренебрежение к личности. Об этом же нам говорит о современной состоянии общества, в котором продолжается скрытая гражданская война. И где теперь жертв большого террора многие называют так же точно врагами народа. И говорят, что это правильно, это пятая колонна, и то, что делалось, надо повторить сегодня. Поэтому, понимаете, это такая традиция. И это наш народ воспроизводит. Я вот сколько уже занимаюсь историей репрессий, с конца 80-х годов, уже давно пришел к мысли, что это дело не Ленина, не Сталина, а это наше глубоко народное дело. Это наша традиция, это наша культура, которая вечно порождает сталинизм. Поэтому об этом тоже не стоит забывать, когда мы в полемике политической иногда кого-то обвиняем и говорим, вот этот один человек, вот он виноват. Если бы его не было, тогда бы все пошло иначе. Но террор был инициирован верхушкой политической, во имя вроде бы великой цели, которой должна была сплотить весь народ. Очень созвучно нашему времени тоже. Ну, что тут говорить, да? И поэтому множество структур, всяких социальных слоев воспользовались этой политикой в своих интересах. Вот мы когда будем говорить о организации большого террора, непременно скажем о том, как цифры увеличивались. Вот сверху спущены, а снизу другие идут, гораздо более высокие. Потом сверху их подтверждают, а еще идут цифры. И первоначальные цифры были увеличены на десятки тысяч. человек, да? Потому что местные элиты или местная власть, она просто преследовала свои интересы, уничтожая своих конкурентов на местном уровне. Вот какие-то крупные головы, какие-то люди авторитетные, они мешали, да, в карьере, да, и вот их тоже туда в списке загоняли, и все. Поэтому об этом тоже не следует забывать. Поэтому вот такой аспект народный, он тоже как бы важен. Ну, это картины, в общем, для меня, как бы, картины Дестергефта, графика является такими знаковыми, они очень четко показывают суть происходящих событий. Тем более, что многие эти сюжеты, они были, собственно, им задуманы во время того, как он сидел в лагере, что было очень опасно. Это проявление мужества этого человека. Ну, вот, Ноктюрная, он жил тогда в Ленинграде, учился на художника, и это вот картина, когда воронок приезжал под утро обычно, да, весь дом замирал. Ну, и вот без права переписки. Это вы тоже понимаете, что означает. Да, человек расстреляли, а родным пишут, что сослан на 10 лет без права переписки. Вот. Ну, вот, можно опереться, если говорить о начале большого террора, на события февральско-мартовского пленума 1937 года. На этом пленуме таким принципиальным докладом выступил Сталин. Вот его название. Недостатках партийной работы и мерах ликвидации транскистских и иных дворушников. Вот. Повторил тезис об обострении классовой борьбы свой старый. Согласно докладу Ежова, он тогда возглавил НКВД, а Егода был репрессирован к тому времени, Бухарин и Рыков, которые тут же, тут же присутствовали на пленуме на этом, прямо планировали террор против Сталина. То есть, обвиняемые сидели прямо тут, в этом пленуме, на нем присутствовали. И, рассмотрев дело Бухарина и Рыкова, пленум обвинил в первую очередь Бухарина в дворушничестве, вот, и, несмотря на его публичные покаяния. По итогам пленума он исключен из партии. А вот вообще итог этого пленума, посмотрите, те, кто судил кого-то на нем, 72 человека присутствовало. Из них 52 были расстреляны. Так что, кто тут судьи, а кто обвиняемый, совершенно непонятно. Это все были заложники. Так же, как и Егода был заложником, он и выполнил свою роль, его репрессировали. Потом за ним последовал Ежов. Да, ну вот это совершенно такая дружеская встреча, любовная, я бы даже сказал. Смотрите, тут еще не хватает поцелуя в стиле Леонида Ильича Брежнева. В общем, такая дружная пара. Вот фотография 1937 года. Никак не подумаешь, что потом вообще Ежов стал негодяем с точки зрения Сталина. И его надо было расстрелять. Вот такие друзья. Да, вот московские процессы. Это тоже к вопросу о том, а когда же начался Большой террорий? Почему 30 июля 1937 года? Вот перед нами первый московский процесс над 16 членами так называемого тросткиско-зиновьевского террористического центра. Август 1936 года. Еще не 1937 год. Основные обвиняемые это Зиновьев, Каменев. Вот заговор с целью убийства Кирова и Сталина. Второй процесс январь 1937 года. Параллельный антисоветский тросткисский центр. 17 человек менее известных. 13 расстреляны, остальные приговорены к срокам наказания длительным. Третий марк 1938 года. 21 человек. Теперь это право тросткисский блок. Бухарин. Средатель глава Коминтерна и наркома Рыков бывший. Ну и вот эти люди. Трое были осуждены только к тюремным срокам осуждения всего лишь и содержались в Орловском централе. Были расстреляны в начале уже когда немцы наступали в сентябре 1941 года. Под Орлом в Медведевском лесу. Ну и много суждений было по поводу этих процессов. Вы знаете, что Сталин специально задумал такую акцию, пригласил писателей иностранных. Фехтвангер выполнял роль вообще там как бы обвинителя. У него есть книжка Москва 37-й. Может читали эту книжку. Он считал, что да, все доказано и никто там вроде бы следов пыток не было. Воздействия наркотических естеств тоже не было. Все были искренни на этих процессах и сами себя обичевали, сами себя осуждали. Но долго судили по этому поводу, вредили, а вот в итоге-то все были реабилитированы, кроме Егоды. Теперь преобладает точка зрения, что эти признания были вырваны силой. На самом деле это не так просто. Вот есть книга Кестнера «Слепящая мгла». Может быть читали эту книгу. Там он рассуждает по поводу того, почему большевики ленинского разлива так называемого умирали, крича «Да здравствует Сталин, да здравствует большевистская революция». И вообще почему они признавались. Ну и почитать Ларину Бухарину достаточно. что все они в принципе все равно кричали «Да здравствует Сталин». Ну за редким исключением. Потому что они считали, что власть должна удержаться. А это самый надежный кандидат. Ну вот так в принципе. Это я упрощаю конечно суждение. Но почему эти люди признавали себя виновными и почему так искренне видели себя на этих процессах? Это собственно говоря стиль поведения якобинской партии. Помните якобинцы тоже одного за другим убивали своих лидеров. Но никто не осуждал якобинскую диктатуру из них. Они покорно шли на гильотину. Вот так же время 11 июля 37 года происходит суд над высшими офицерами рабочей крестьянской Красной Армии. Это собственно говоря верхушка айсберга, потому что дело расследовалось долго. Тут были задействованы германский генеральный штаб и сам Адольф Гитлер и фальшивка, которую там готовили. Тухачевский много раз был в Германии. У нас был обмен вообще с вермахтом военной. И вы знаете, что немцы создали нам заводы химического оружия на Волге, а мы им помогли летчиков подготовить в Липецке и танковую школу в Казани создали. То есть мы были тесно связаны, поэтому наши офицеры очень часто бывали в Германии, в том числе и Тухачевский. Ну и вот теперь эта фальшивка была использована, она намеренно разрабатывалась в вермахте и Гитлер ее поддержал по той причине, что она грозила получить большие дивиденды, если эта фальшивка будет реализована. Собственно говоря, так и произошло. И Гитлер решился напасть на нашу страну, когда узнал о расправе с высшим офицерством. Он сказал, Браухич его спросил, генерал Браухич, а можем ли мы нападать на эту страну? Ну, как бы опыт показывает, Бисмарк говорил, не надо. Он сказал, до такого момента просто никогда не будет в истории. Обезглавлена Красная Армия, еще понадобится сколько лет, чтобы восстановить командный состав. И вот это тоже одна из причин того, что Гитлер решился на нападение. Вот смотрите, обвиняемые и какова их судьба, а судьи? Судьи специально были выбраны Сталином из тех же военных. И что стало с этими судьями? Тоже посмотрите. Блюхер умер под пытками наследствия, Буденный уцелел, Алкснес расстрелян, Шапошников тайный советник вождя. Ну, читали эту книгу «Тайный советник вождя». Это, в общем говоря, белый офицер, генштабист, еще и царская армия, Сталин, которому сохранил жизнь и все время слушал. И он большую роль играл вообще в годы Великой Отечественной войны. Вот он уцелел. По каким причинам? Непонятно. Горячих покончил с собой, Дебенко расстрелян, Каширин расстрелян. То есть, вот судьи, они тоже использованы и выброшены за ненадобностью. Это типичный норматив поведения вождя. Ну, в 57-м году все обвиняемые были реабилитированы за отсутствие состава преступления. Но дело Тухачевского стало только началом масштабных репрессий в работе Крестьянской Красной Армии. Дело в том, что все назначенцы высшего и среднего командного состава были помазаны, что называется, Троцким, потому что он был главным командармом со времен еще Гражданской войны. И это, конечно, вызывало резкое неприятие Сталина. Как так? Все командные звания, начиная с Тухачевского, присвоил именно Троцкий. И поэтому надо было воспитать своих командиров, этих уничтожить. Ну, тоже одна из версий, как говорится, я не наставив, что она главная. Ну, вот, круги по воде разошлись, из РККА было уволено более 28 тысяч человек, арестовано более 16 тысяч, по политическим мотивам 9 тысяч. Цифры разные, но я ссылаюсь на монографию сувенирового, он занимается репрессиями в Красной Армии, давно уже, авторитетный исследователь. Вначале у него была цифра 37 тысяч человек, сейчас вот такие более взвешенные цифры. Но обратите внимание, из высшего состава почти 66%, из 5 маршалов 3, то есть высший командный состав и среднее звено были обезглавлены. Это объясняет поведение нашей армии во время финской войны зимней. Когда наша армия вообще сидела и не проявляла никакой инициативы, финны расстреливали финские кукушки наших солдат и офицеров. Этапы большого террора. Я весьма доверяю в этом смысле исследователям Международного общества Мемориал Арсению Рогинскому и Никите Охотину. Они давно попали в соответствующие архивы, они давно увидели соответствующие материалы, и поэтому у них сложилось представление об этапах большого террора. Мы говорим, что 1937 год это условное начало большого террора, а вот на самом деле октябрь 1936 февраль 1937 перестройка карательных органов и собственно говоря уже московские процессы начинаются и другие дела, кремлевское дело еще раньше. Март 1937 июнь 1937 декретирование тотальной борьбы с двурушниками агентами иностранных разведок, продолжение чистки элиты, планирование массовых операций. Июль 1937 и октябрь 1938 реализация этих массовых операций уже на практике и собственно говоря вот мы о чем сегодня будем говорить. Почему 30 июля? Это начало массовых операций. Причем не 30 на самом деле а 31 июля потому что тогда было принято решение Политбюро. И ноябрь 1938 1939 так называемая Беревская оттепель. когда прекратились массовые операции и вроде бы начала восстанавливаться справедливость некая. Даже появилось слово реабилитация. Вот на самом деле что такое большой террор. А это не только 37-й год. Решение партии. Ну знаете у нас всегда в народе версии такие есть во времена царской России сталинской и сегодняшней что вот кто-то большой человек он не знает а другие вот все это тайно готовят и подставляют большого человека. Но на самом деле все решения о большом терроре идут именно от большого человека. Тут как бы сомнений нет все документы об этом свидетельствуют. И об этом свидетельствует крупнейший исследователь этой темы Олег Хлевнюк который как раз изучал особую папку Сталина и документы Политбюро этого времени. Вот 28 июня 37-го года было принято решение пробное такое признать необходимо применение высшей меры наказания ко всем активистам принадлежащим к повстанческой организации сосланных кулаков. Это было сделано на уровне Западной Сибири и прокурора Западно-сибирского края. Вот как бы такая пробный шар такой брошен. пока в одном регионе. Потом 2 июля 37-го года Политбюро решило послать телеграмму секретарям обкомов, крайкомов, ЦК, республик с таким содержанием. Собственно говоря разговор шел об учете всех возвратившихся на родину кулаков. Я уже говорил, что массовое бегство было из районов спецпереселения и чтобы наиболее враждебные из них были арестованы и были расстреляны, а остальные менее активные, но все же враждебные, были высланы по указанию НКВД. И в пятидневный срок всем дано задание представить эти цифры. Вот началось соревнование лимитов на расстрел и аресты. Политбюро спрашивает, поступает предложение снизу. Телеграмму подписал Сталин и это решение лично было передано Сталином Ежову из рук в руки. Поэтому 3 июля что тут еще надо говорить по этому поводу. С 3 по 11 июля в Москву из большинства вот этих мест куда послана телеграмма поступили данные о количестве репрессированных. Ну как бы планирующих репрессий. С 16 Ежов проводит совещание с начальниками областных управлений НКВД и обсуждает эту операцию. Ну и вот то, что он говорит на этом совещании. Да, пострадают невиновные, но это неизбежно. Часть невинных людей пострадает. Это массовая операция. Она ускоренным методом производится. А вопрос был такой от Успенского из Новосибирска. Что делать со стариками? Ну вот так Ежов ответил. Если держится на ногах, стреляй. 78 лет. 80 лет. И 30 июля. Вот мы выходим на эту дату сегодняшнюю. Мы собрались здесь 30-го. Заместитель Ежова Фриновский представил Сталину приказ 00447. Вот. Ну это вот такой приказ о массовой операции как раз наиболее известный. 31 уже июля приказ этот вот под таким названием об операции по репрессированию бывших кулаков уголовников и других антисоветских элементов был одобрен политбюро, одновременно расширили сеть лагерей ГУЛАГа и подписан Ежовым. В нем говорилось ну вот тут выделено жирным что в деревне осело значительное число бывших кулаков ранее репрессированных скрывшихся от репрессий бежавших из лагерей ссылки трудпоселков много осело и репрессированных церковников сектантов бывших активных участников антисоветских вооруженных выступлений вот всех собрались здесь в этом приказе вот гнездятся значительные кадры уголовных преступников остались нетронутыми значительные кадры антисоветских политических партий в общем набор очень широкий и сложилось такое впечатление что этот террор вообще был вахханалии какой-то неуправляемой на самом деле все достаточно четко было продумано соревнование цифр нам говорит о том что Сталин хотел наказать как можно более жестко например ему говорили увеличить число расстрелянных на 300 человек а репрессированных по второй категории на тысячу он писал нет не на 300 а 500 расстрелять а число по второй категории сосланных уменьшить на 200 человек то есть склонялся в пользу более жестокого решения но были уголовники да вот потом я уже цифры буду называть всего по этому приказу было арестовано 15 из всех арестованных 15% уголовных элементов но тоже в нарушении всяких норм законотворчества и правового процесса вот первая категория вот вторая категория там 8-10 лет и всего уже итог этой операции ну тут цифры тоже разные поэтому я не настаиваю на том что эта цифра последняя и совершенно точная было осуждено тройками 818 тысяч человек и расстрелу подлежало 436 тысяч человек вот это самая массовая операция времен большого террора это вот соревнования по числам репрессированных по лимитам так называемым ну тут кировский обком его секретарь вот просит увеличить ну о чем я говорил а Сталин говорит да расстрелять больше а арестовать меньше вот все эти документы они архивные никто их не фальсифицировал не подделывал существуют еще сталинские расстрельные списки они опубликованы международным обществом мемориал доступны в интернете и поэтому каждый может их увидеть но это прямое доказательство того что все исходило от Сталина и планировалось и вся жестокость была исходила именно от него ну повторяю что не один человек все это поддержал задумал осуществил но в данном случае указания от него ушли вот и это эти списки где решение выносила специальная военная коллегия Верховного Суда СССР по ним было арестовано более 40 тысяч номенклатурных работников тех которые входили в номенклатуру именно вот и подписи на этих альбомных списках ставили вот эти люди ну чаще всего Сталин Молотов Ворошилов Каганов Жданов а иногда Микоян и Кассиор других подписей не замечено хотя членов полюбюро было побольше но вот тут наиболее активные видите вот эти вот пять человек они единодушно поддерживали Сталина всегда по всем этим спискам вот это расстрельные списки по Ленинграду тоже ну в общем это все опубликовано доступно тоже вот подписи пяти человек этих какова практика работы внесудебных органов большинство директив террора оформлялись как решение Политбюро истинным автором был Сталин повторяю что это подтверждено исследованиями историков с целью придания арестам законности органы НКВД начинали фантазировать и создавать дела массовые заговоры присоединять одного человека к другому потом десятки человек и сотни тройки НКВД рассматривали дела в отсутствие обвиняемых десятки дел на каждом заседании протоколы направлялись начальниками оперативных групп для исполнения этих приговоров вот ну вот у нас в Свердловской области был раскрыт заговор РОВС российская освободительная вооруженная сила уральский повстанческий штаб военная организация такая руководимая за рубежа якобы во главе с Кабаковым ну тут я написал член КПСС конечно ВКПБ вот якобы ну я эти дела смотрел по этому делу много дел многотомные дела поэтому как бы сам этот перебирал материал значительные категории были священнослужители вот за 37 и 38 арестовано более 165 тысяч расстреляно из них 106 тысяч 800 то есть очень жестоко относились именно это конкуренты собственно говоря идеологические поэтому к ним так и относились ну и тысячи католических исламских иудейских священнослужителей и других конфессий КВЖД помните да дело Харбинцев тоже довольно много материалов в нашем архиве административных органов отдали Китаю эту территорию с нашей дорогой построенной во времена царского еще правительства и вот 29 почти 30 тысяч человек было осуждено из них к расстрелу приговорили более 19 тысяч только за то что они работали на этой дороге в общем-то обслуживали ее но жили в другом государстве а вот еще это дела по лагерям уже инвалиды вот они не могли работать и их дела пересмотрели быстренько приговорили к высшей мере наказания потому что их использовать как силу принудительную уже было нельзя вторая массовая операция это национальные операции но они на самом деле соединены их несколько мы просто больше знаем об операции против поляков польских поданных и немцев на самом деле вот видите это все как бы лица иностранного происхождения в принципе она операция должна была быть направлена против лиц имеющих гражданство этих государств но логика репрессии была такова что все кто был связан с ними как-то общался их тоже репрессировали поэтому получалось что и немцев российских тоже репрессировали и поляков которые давно уже в России жили но и всех остальных тоже как агентов для иностранных опор иностранных разведок вот особо польская операция 485 приказ в ходе которой было расстреляно 111 тысяч человек ну и по наблюдениям историков было репрессировано более 80% проживавших в нашей стране политэмигрантов ну на материале Тагила я таких примеров довольно много знаю вот Пауль Эмилич Рикерт например антифашист который боролся с Гитлером и когда Гитлер нанес удар по антифашистскому подполью вынужден был эмигрировать в Советский Союз через некоторое время он стал агентом иностранных разведок его репрессировали потом репрессировали как российского немца хотя он собственно говоря немец и учился в Германии жил там родился вот но таких людей много вот попадали сюда и русские украинцы белорусы евреи начальник НКВД Свердловской области Дмитриев он просто определял национальность по фамилии ему не важно что в паспорте как и что какое происхождение вот что-то напоминающее польскую фамилию значит это поляк а вот что-то непонятное это немец наверняка ну в общем эти альбомы они подавались наверх и Ежов и Вышинский их рассматривали ну как бы два человека вот поэтому на самом деле это как раз не только и на подданные приказ этот установил так называемый альбомный принцип и вот такие альбомы составлял в том числе и Дмитриев в альбомах писали в общем фамилии имя отчества там кратко мотив приговора альбомы эти собирались потом высылались наверх и два человека Ежов Вышинский это вот суд двойка выносили решение ну вот например 29 декабря 37 в один день приговорили к расстрелу 992 человека понятно что никого не вызывали ничего не рассматривали просто вот альбомы раз-раз брали составляли там цифру высчитывали и приговаривали с 25 августа 37 года по 17 ноября 38 года в альбомном порядке были рассмотрены дела на 346 тысяч с лишним человек осуждено более 335 тысяч приговорено к расстрелу более 247 тысяч это 70 почти 4 процента от общего числа осужденных то есть очень жестокие наказания ну были социально вредные элементы уголовники я тут подробно не буду я уже могу сказать только среди расстрелянных оказалось 15 процентов но прокуратура тоже возмутилась тому как ведутся дела против этих уголовных элементов без суда и следствия в массовом порядке вот пришел человек потерял паспорт или данные в паспорте изменить его тут же раз и в каталажку и к расстрелу ну потому что что такое паспорта нет кто такой вообще вот поэтому к этому тоже как бы надо относиться соответственно да что среди уголовников просто много случайных людей техника расстрелов ну я не знаю вот у нас время конечно быстро идет я в этой теме могу утонуть я бы хотел оставить какое-то время на вопросы сколько этого времени надо полчаса или 20 минут давайте решим у нас до 6 рассчитано но ну 20 минут наверное хватит да потому что ну вот об этом всем во всем надо говорить естественно вы знаете что целые такие детективные истории разворачиваются с поиском мест расстрелов когда-то мне Рогинский рассказывал что им был известен майор КГБ который заведовал всем местами захоронений и знал их и они к нему ходили много множество раз и все просили ну как-то вот это приоткрыть завесу хоть сказать где на какой полке какой номер дела где это хранится да но он так и ушел как бы из этой жизни ничего им не сказав хотя делал намеки что вот он знает может вот все эти места они конечно были засекречены орудия вот исполнения наган ТТ пулеметы дегтярева заранее вырытые ямы в массовом порядке хранили вот самое распространенное оружие здесь показано вот из переписки смотрите как конструктируют например да это по западно-сибирскому краю Миронов найти место где будут приводиться приговора ну там у них так терминология приговора да в исполнении и место где закапывать трупы если это будет в лесу нужно чтобы заранее был срезан дерн и потом этим дерном покрыть это место с тем чтобы всячески конспирировать место где приведен приговор в исполнении вот это и говорит о том почему мы до сих пор как детективы расследуем а где же это все есть у нас даже есть карта кладбищ захоронения военнопленных вот у нас Матревич занимается этим доктор наук да у него карта всех захоронений военнопленных всех и он там создает мемориалы да и передает это немцам венграм там японцам у нас такой карты нет у нас вот случайный экскаватор раз задел да и пожалуйста 12 километр или Бутовский полигон поэтому поэтому даже аппарат вот этот НКВД никоим образом не должен знать ни место приведения приговоров исполнения ни количество потому что и аппарат может проговориться вот еще одна установка нет вернее свидетельство самого начальника оперсектора вот в эти годы было ликвидировано около 2000 человек около 600 методом удушения все это за минуту делалось в отношении каждого человека ну таких вот леденящих подробностей очень много я не хочу перегружать это все здесь их много очень много поэтому конечно практика чрезвычайно была жестокой тем более что эти люди которые всем этим занимались как я уже говорил не имели юридического образования многие из них были набраны из уголовных элементов ну и вы например знаете что инициатором покушения на Ленина был тоже уголовник в который влюбилась Каплан и по его заданию она стреляла слепая можно сказать женщина минус там 10 у нее зрение вот стреляла а этот уголовник скрылся от наказания Каплан вот живьем как говорится уничтожили сожгли бочки вот поэтому много уголовников было они же использовались во время коллективизации раскулачивания и методы их работы вполне похожи на фашистские методы и таких подробностей я говорю очень много я просто их не буду приводить а результаты например для самого ЦК численность ЦК постоянно уменьшалась не потому что оптимизировали а потому что расстреливали в общей сложности между 34-м годом и 39-м 17-18 съезды 139 было членов кандидатов расстреляно 98 а если учитывать естественные смерти и самоубийства которые случались 108 человек то есть более 70% вот такова судьба самого ЦК то есть для Сталина друзей не было совершенно очевидно никого не назовешь его другом пытки сначала как бы это было таким темным пятном но потом находили историки в архивах эти документы и потом Сталин в 39-м году целую апологетику произвел почему пытки должны производиться у нас в Советском Союзе потому что пытают же коммунистов фашисты а почему мы не можем пытать и вот так далее вот в 37-м году такое решение было принято от имени Политбюро и вот пытки доходившие до садизма избиения стали основной методом ведения допросов и считалось позорным если у следователя нет ни одного признания за день на столах следователей появилась такая экзотическая книга Молот ведьм ну вы наверное знаете что во времена инквизиции была инструкция для инквизиторов составлена она называлась Молот ведьм и там всякие методы пыток и самых изощренных описывались и вот в архивах ну как бы следственных отделов найдены экземпляры этой книги в том числе то есть чекисты учились как действовать ну и вот свидетельство из архива Ежова наркомате был сплошной стон и крик который можно было слышать за квартал от наркомата в этом особенно отличался следственный отдел завершающий этап большого террора 21 августа 38 года решением политбюро Берия заменил Фриновского Берия собственно говоря там на Кавказе тоже отличался как инициатор пыток расстрелов и террора но вот в данном случае на него Сталин сделал ставку и заменил Фриновского в октябре 38 года началась подготовка к свертыванию террора 8 октября Сталин поручил Ежову Берию Ивышинскому Рычкову министру юстиции и Маленкову подготовить новую установку по вопросу ареста ведения следствия прокурорского надзора и вот оно это постановление вышло 17 ноября 38 года его считают как раз завершающей такой датой большого террора называлось об арестах прокурорском надзоре и ведении следствия все внесудебные органы были ликвидированы кроме особого совещания все массовые операции прекращены упрощенный порядок ведения следствия запрещен и на любой арест нужно было теперь получать санкцию прокурора ну две недели еще расстреливали приговоренных которых уже приговорили к расстрелу итоги были оценены положительно прошедшей чистки правда была доля такая критическая ну помните еще письмо Сталина головокружение от успехов это старый маневр вождя свалить все на кого-то что он тут ни при чем вот тут писалось следственные дела оформляются неряшливо в дело помещаются черновые неизвестные кем исправленные подчеркнутые записи показаний помещаются неподписанные допрашиваемым и незаверенные следователем протоколы включаются неподписанные и неутвержденные обвинительные заключения ну так очень мягко конечно о том что было на самом деле но очистка страны сыграла положительную роль и она обеспечила дальнейшие успехи социалистического строительства не стоит думать что дело очистки закончено теперь задача продолжить это более совершенными и надежными методами вот такое резюме в декабре 1938 года началось массовое освобождение находящихся под следствием контрреволюционеров ну разные цифры есть вот была создана экспертная комиссия в МГУ из историков она оценила в 150-200 тысяч это там где еще дело не было завершено еще приговора не было и вот освободили от наказания 6 апреля арестован Фриновский 10-го Ежов ну и вот все они свою роль выполнили теперь им предъявили те же обвинения вот что они руководили контрреволюционной фашистской организацией в НКВД готовили госпереворот теракт и шпионаж убийство неугодных лиц и началась чистка НКВД почистили более 7000 человек то есть почти 23% от состава списочного арестовали 937 но если мы проследим судьбу этих арестованных то наказание очень мягкое ну много примеров можно назвать то есть сначала грозный такой окрик одиозные фигуры были расстреляны а все остальные они как бы из ведомства удалены но посажены на весьма сытные места в других наркоматах 10 января 1939 года да вот Сталин это оправдание террора обоснование такое разослал всем когда начали рассматривать дела прокуроры наконец добрались до них то они увидели массовую фальсификацию и применение пыток и вот Сталин им объяснил тогда почему это с 1937 года уже было но видите вот этот период реабилитанции что ли или первой попытки реабилитации Беревской он быстро закончился и 20 уже марта 1940 года нарком теперь внутренних дел Берия чувствуя поддержку Сталина издал приказ согласно которому ни одно оправдательное решение суда или постановление прокурора о прекращении дела не вступало в силу без согласия того же НКВД ну то есть вне судебного совершенно органа и это решение вызвало протест у работников юстиции вот итоги статистически большого террора вот общая цифра осужденных арестованных осужденных приговоренных к расстрелу и на самом деле расстрелянных то есть слава богу не всех успели расстрелять но интенсивность расстрелов обратите внимание 1200 1300 наших граждан в сутки убивалось причем во многом лучших людей за тот же период я вам говорил милицейские тройки вот они как социально вредный элемент арестовали 400 тысяч осудили 400 тысяч высылки депортации 200 тысяч суды общей резидикции обычные суды уже судебные органы более не менее 2 миллионов человек 800 тысяч лагеря отправили общее количество осужденных около 4 миллионов человек действительно большой террор это тоже графика Михаила Васильевича спецконтингент ну и вы знаете всю историю насчет того как подавать информацию репрессированных может быть даже не стоит в это углубляться но вот картина Дессергефта без права переписки она говорит о том что вначале сообщали что 10 лет но без права переписки и посылки посылать нельзя а иногда даже говорю да посылайте посылки носили посылки посылали 10 лет посылали а потом узнавали что расстрелян вообще в этот же день потом значит в 45-м году скорректировали родственникам стали говорить что умерли в местах лишения свободы и выдумывали диагноз какой-нибудь в 55-м году значит продолжилась практика давали свидетельства о смерти и там дата в течение 10 лет где-то расставлялась примерно ну тоже на удачу и диагноз тоже фальшивый вот и только уже позже ну в 63-м году начали сообщать что расстрелян а тем кто уже получил фальшивые сведения ничего не сообщали и только в 89-м году и все по решению того же КГБ почему-то да разрешили сообщать правду о судьбе расстрелянных ну вот закономерности развития советского законодательства которые логически следуют из того что я рассказал я даже как бы не буду их особо комментировать то есть революционная законность полное нарушение правых норм параллельно существовало две власти одна официальная другая настоящая неофициальная два вида законодательства показной реальная политизация правовой системы ну и вывод уже такой вывод который мне позволяет сделать долгая практика изучения этого вопроса фактически большевики создали обстановку постоянной гражданской войны в стране часть общества была превращена во врагов с точным соответствием с установкой Ленина о демократии что демократия это подавление одного класса другим как он считал вот и лагерное воспитание сделало общество криминальным каковым оно сегодня является и все мы почти говорим на лагерном сленге иногда даже не замечая этого в конечном итоге генофонд нации и нравственность были подорваны это основа для роста физически и психически полноценного населения что мы ощущаем в полной мере сегодня ну и мы переходим к реабилитации уже буквально за несколько минут я расскажу об этом процессе да вот это цифры репрессированных ну я как бы не все категории тут назвал значит жертвы красного белого террора полтора миллиона лишенные избирательных прав 2 миллиона чисто контрреволюционные преступления почти 6 миллионов арестованы из них 4 осуждено миллиона административно высланные 2,5 миллиона депортированные национальные группы 3,6 миллиона из них народы депортированные 2,6 миллиона и помещенные тут вот психиатрические больницы и так далее цифра еще неизвестна общее количество от 12 до 15 с половиной миллионов человек в соответствии с тем законодательством то есть законом 91-го года я считаю вот как бы точно в соответствии с ним вот всего осужденных обратите внимание такова практика наших судов за период 21 по 56 более почти 45 миллионов вот к высшей мере приговорено 813 тысяч к разным срокам и так далее через лагеря колонии тюрьмы спецссылку прошло 21 с половиной миллиона человек поэтому трудно удивляться кем мы сегодня являемся мы наследники всех этих людей которые прошли вот это воспитание ну и сколько погибло в гулаге и сколько реабилитировано начало 2009 года 5 миллионов 866 тысяч 322 человека после этого комиссия по реабилитации замолчала вот с начала 2009 никаких больше сведений да вот ну как процесс реабилитации шел вообще на эту тему мы даже создали кандидатскую диссертацию у меня была аспиранка она написала как раз по этой теме разобралась с тем что же такое реабилитация 50-х годов пришла к выводу что это назвать реабилитацией никак нельзя это амнистия потому что реабилитация на самом деле в должном правом порядке началась только после выхода закона 91-го года а тогда это в этом месте да там что стаж учли и что-то доплачивали там за прерывную работу как бы стаж в общем ерунду имущество не возвращали а более того публично-то ведь не реабилитировали об этом в тихомолках все вот с мая 54-го года начался этап массового пересмотра дел и на реабилитации на основе личных заявлений но только немногие в основном какие-то крупные фигуры там из партии комсомола звучали остальных о них не было известно во время первой волны реабилитации 258 тысяч 322 человека многим отказали реабилитации в начале 60-х началась реабилитация наоборот вот ну вот в 57-м году была проведена территориальная реабилитация некоторых народов которые потеряли государственность в отношении например российских немцев этого не произошло вот 62-й 83-й реабилитировали 157 тысяч всего и вот стыдливо реабилитировали немцев российских в 64-м когда признали вот этот указ постановления о том что в республике немцев положено множество диверсантов и шпионов вот а в 72-м году частично юридическое им разрешили вернуться на места выселения а публичные и территориальные так не состоялись третий период в 87-м году начался вот тут действительная законодательная реабилитация и формулу можно определить как восстановление социальной юридической справедливости в отношении жертв репрессии и ковечении их памяти реабилитировано в 89-м первой половине 90-го сразу более миллиона человек вот и только принятие закона все вот привело должное состояние например видите немцы практически все были реабилитированы российские вообще немцев насчитывалось по переписи 39-го года 1 миллион 400 тысяч и 1 миллион 300 тысяч было реабилитировано но так не решен вопрос о территориальной реабилитации и вот с 91-го по начало 2009-го почти 4 миллиона было реабилитировано но те цифры добавляем получаем 5 миллионов 966 тысяч вот общая цифра соотнеся ее с той цифрой ну 12-13 я даже доводил за счет жертв гражданской войны до 15 с половиной миллионов процесс реабилитационный конечно сворачивает рано однако считается что реабилитация закончилась заявления не поступают проблема реабилитации о которой я уже говорил ранее процесс воспринимается неоднозначно сегодня мы опять вернулись на тот же круг к пятой колонии к врагам вот и считается что многие что реабилитировали врагов России вот последний инцидент мой товарищ по исследованиям репрессий Андрей Борисович Суслов написал методичку по изучению истории репрессий товарищ Кургиняна известный вам политолог возбудил дело против него в комиссию включил психиатра и публициста комиссия вынесла решение что это разрушает семейные ценности Роспотребнадзор запретил распространение этой методички поэтому мы все еще в этом состоянии находимся неосознанно мы все еще не понимаем кто мы такие и продолжаем бороться и изобретать сегодня новых врагов народа теряя одного за другим союзников во всем мире как бы вы не оценивали действия сегодня нашего выдающегося президента но вы сами понимаете что у нас друзей становится с каждым днем все меньше поэтому вот что как тут быть как тут быть пока нация народ не осознает эту реальность которая неизбежно повторяется да вот и она нас все время по голове ударяет до тех пор мы будем стоять на одном месте вот у меня есть родственник прекрасный филолог он эссе написал в этом эссе он пишет ну обсуждая всякие проблемы нравственные а Гитлер усмехается сквозь свои усы это о чем говорит а вот проблемы вам встретились попробуйте их решить иначе а вот мы решали так вот вам опыт вернитесь к нам решайте так точно так же можно сказать и про усы Сталина вот кому-то это очень нравится такая метода но она тупиковая совершенно вы видите что это самоистребление причем лучшей части общества которое может что-то осознать и создать оппозицию сказать что-то другое выразить свои мысли да ну вот все теперь мы переходим к вопросам пожалуйста да пожалуйста да 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 на самом деле именно они инспирируют в гражданскую войну они же одну часть время наталкиваются на другую то есть технологии гражданской войны но результатов, конечно, состояние вот такой граждебности постоянной что вокруг враги пятая колонна, ищите, копайте вот это одну часть все время настраивает на другую то есть идет инспирирование гражданской войны тут я согласна, хотя приводит это к тому же геноциду так что я не вижу инспирирование вот смотрите, такая логика современная, да? опять поддадимся лозунгу борьбы с пятой колонной то надо уничтожать всех сторонников тогда, ну вот, противной части сказать, а вот вы были сторонники общественной собственности и коммунистической доктрины всех вас надо уничтожить, ну в 90-е годы вот логично так поставить вопрос было, да? те ставят вопрос так, а вот вы сторонники частной собственности значит вас надо уничтожить ну, понимаете, бессмыслица получается совершенно а ведь к нам, нас к этому подталкивают сегодня опять вспомнить пятую колонну врагов опять их примерно наказать, отомстить примерно и все это вот примерно, да? и это уже тупиковый путь какой-то тупиковый пожалуйста, да то есть если я признал свою вину если я условно подписал свои документы ну, теоретически, да, только по документам а какого обратного процесса можно говорить? так это присоединяется чисто не думали, что это началось в 1939 году вот когда Беревская оттепель началась, да, реабилитация тогда следственные органы, прокуратура возобновили процесс пересмотра дел то есть это сверху тоже началось и тогда люди могли писать что-то о себе в эти органы писать и люди писали, да, писали, да, да просили их реабилитировать, их родственников тоже когда почувствовали, что это возможно, да а уже в середине 50-х государство поддержало эту сверху хотя законодательство уголовное было прежним этот же кодекс действовал уголовный по 60-й год и вот я изучая дела эти 54-го, 55-го годов встречаю те же обвинительные заключения МГБ, НКВД которые говорят, ну мы же действовали в соответствии а им говорят, нет, прокурор им говорит теперь нет, реабилитировать то есть это воля власти помимо законодательства тоже хотя это, конечно, хорошо, да, что так происходит но это нарушение уголовно-процессуального кодекса поэтому все зависит от воли Политбюро вот как они решили, они прокурорам эту роль позволили играть а те чекистов на место смогли поставить а чекисты все были уверены до сих пор, что все как да, да ну, в общем, эта презентация не является подпольной секретной, Роспотребнадзор не запретил ее распространение поэтому я оставляю ее здесь и она может вами использоваться и литература, которая здесь указана то же самое, будем ждать ответа товарища Кургиняна а? а уж вот Олег, вот, Евгений нет, не будем выкладывать но здесь, она будет на этом компьютере вы можете приходить сюда на любую-другую лекцию если они все сплошли ну, я знаю, что это будет отлично, она не попадает с ней ну, да ну, да, можете заглянуть в наш институт там, ну, я все презентации тоже не уставляю а тут, знаете, есть концепция с Сахарским градом кто-то, ты с этим свяжешься и не рад будешь мы сейчас книги памяти не можем писать потому что мы все время что-то нарушаем ни одной фотографии нельзя использовать родственники не дали решения в архив не пойдешь в общем, мы увязли в этой концепции аторского права вот мы сейчас создали ресурс большой вообще занимаемся реабилитацией российских немцев создали ресурс на 100 тысяч человек репрессированных российских немцев и уже год не можем провести презентацию этого сайта потому что это как бы вот нарушение неких прав не можем более того, этот сайт был мы не можем публикации упоминать какие-то ссылаться на них надо заключать договора со всеми авторами всех публикаций, ссылки, все то есть это вот юридически очень сложно и просто руки опускаются, когда вот поэтому мы его открыли в каком виде вот ты знаешь фамилию своего родственника, найдешь а для исследователя, который просто хочет увидеть а сколько, нельзя он должен тоже по какой-то фамилии заходить а других не увидит то есть вот такой режим-то понимаете, да, в чем суть вроде бы объем 100 тысяч но он может увидеть только того, кого знает а остальных не увидит поэтому ну вот знаете постоянно приходится вести борьбу с разными ведомствами под опуску в архив поэтому в юридической части я уже как-то подковался тоже, да и например для меня эмоциональный такой этап давно прошел я уже просто тупо как бы действуя по инстанциям вот сейчас мы спасли архив Тагиллага там 400 тысяч карточек насужденных архив погибал и в начале этого века мы предприняли большой проект привлекая фонды зарубежные, нашу администрацию МВД тогда и нам выделили новое здание архива туда все перенесли из здания бывшего СИЗО Тагиллага где все погибало и МВДшники готовы были это списать уже ну как за ветхостью спасли длительное время мы на основе этого архива создавали книги памяти оцифровали большую часть и вот в прошлом году ГУФСИН это служба исполнения наказаний забрала этот архив к себе в мешках перевезла сбросила в комнате где читального зала никогда не будет вероятнее всего и сокрыла это от исследователей более того от родственников вот поэтому сейчас вот через комиссию по реабилитации Свердловской области через депутатов ЗАГС собрания я просто реализую то право которое дано законом 91 года что третьи лица имеют доступ к биограммам то есть кратким сведениям о человеке о причинах репрессии о обоснованиях реабилитации и можем это публиковать без родственников без разрешения родственников но у них внутри в МВД и в ГУФСИН есть внутренняя служебная инструкция всем говорить, что это секретные дела и они уже дошли до того, что родственникам отвечают дело секретное, не выдадим вам документы это полное нарушение родственник имеет право получить копию всех документов как дело, так и карточки вот этой но заведует там архивная часть ГУФСИН режимник, как называется, полкан который просто за режимом в лагерях колониях наблюдал никакого образования, ни юридического, ни исторического поэтому он что? он сидит на этом месте, хочет сидеть дальше и он дает ответ такой рубленый поэтому вот надо каким-то образом через законодательное собрание ну и каким-то другим образом действовать ну медленно, верно, движемся и вот случился такой момент там все время сменяют руководителей в ГУФСИН ну за взятки, коррупцию, за все, что они хорошее делают и один из них вдруг случайно дал нам разрешение в архив Сефураллага мы тут же приехали на следующий день стояли три дня и пересняли все 10 тысяч карточек с оборотами 20 тысяч все, через месяц нам приходит отказ но уже никто не просит и не требует вернуть то, что мы сняли и сейчас мы делаем очередную книгу памяти это вполне законодательно обеспечено поэтому в данном случае надо просто разбираться в этом законодательстве и действовать спокойно с опорой на существующие законы а все секретные инструкции запрещены фактически но эти архивы подчиняются президенту вот беда-то большая и мы президенту, естественно, тоже писали но в его приемной эти письма не рассматриваются такой тренд пока в исполнительной власти не афишировать внимание к таким проблемам но у нас есть поддержка русской православной церкви очень большая и слава богу, наш патриарх имеет личное воздействие на нашего президента тоже поэтому все вот так вот в борьбе такой ну понимаете, это же не может решить один человек например, Путин он приехал на Бутовский полигон и сказал безумие вот все, что он сказал, безумие и уехал то есть он оценил эти, да но он не может поперек тех, кто его поддерживает у власти и требует своего сделать то, о чем он думает тоже не говоря уж о Медведеве который поддержал программу реабилитации в свое время тут, в Октябрье ему мемориальцы вручили эту национальную программу он сказал, надо же, какие умные ребята в мемориале но Медведев никакого влияния не имеет вообще ни на что поэтому эту инициативу быстро загубили и Министерство культуры во главе с Мединским погубило и музей Перм-36 и все, что угодно и решение Роспотребнадзора вот это организовало и 28 героев панфиловцев сняло, так сказать, и финансировало а что-то не финансировало поэтому это конкретные люди которые как бы являются центрами силы воздействуют на лидера страны и требуют своего я уж не говорю, сколько стоило усилий и мужество Путину не десантироваться на Киев потому что такие предложения сумасшедшие вполне поступали и гневные причем и говорили, что такое вообще почему мы так не действуем да за один день, за одни сутки вот поэтому не надо представлять что у нас все решает кто-то у нас разные слои населения а вектор складывается вот видите какой сложный мы все время к ресталинизации уже третья волна ресталинизации началась но когда мы от этого избавимся сложно сказать это нужно изменение национальной культуры позвольте вот в эту точку несколько лет назад и буквально в прошлом году московские историки Сергей Плазовский и Никита Петрович вели и выиграли дело в Верховном суде разве это не имеет отношения к Тагиву? как может решение Верховного суда не распространяться на Тагиву? я не понимаю о том что мы бесплатно можем копировать документы в архивах ну у меня много друзей историков по стране я им пишу из Саратова пишут все исполняют из Тюменской области да уже начинают а у нас товарищ Капустин говорит не пущу вот грудью встану да полное нарушение потом приходишь в архив но неудобно спорить с начальником который подчинен вот этому начальнику она не виновата например как правило женщина и говорит да мы имеем право да вообще отойдите дайте мне дело я сейчас ее пересниму все это же люди тоже вот как-то сложно в этой ситуации реализовать это право а решение Верховного суда есть но оно сопротивление встречает на местах и довольно активное еще вопрос у меня вот такой вопрос вам как историку как я знаю и уважаю скажите пожалуйста не кажется ли вам каким-то достаточно продуктивным такое движение вот вы говорите все слои должны в этом участвовать мне кажется нужно вот как-то обратиться к людям кто является в какой-то степени родственниками там второе третье поколение может даже четвертое чтобы они шли и копировали свои дела ведь некоторые взяли еще первую волну реабилитации они делали выписки тогда во-первых ничего не было техники вот сейчас просто обратиться чтобы они скопировали свои дела и родственникам кстати они должны копировать и приносить вот я считаю что это было бы основой создание зала памяти в центре и это был бы народный архив так же как в мемориале в Москве ведь там народный архив архив документов которые приносят сами родственники нам нужно создавать здесь вот такой же архив и архив как просветительский инструмент потому что то что мы сейчас вот увидели это настоящий людоедский воплощенный цифры но хочется цифры мы настроенные на них понимаем но когда мы приводим там школьников на то же 12 километров они видят огромную телефонную книгу знаете фамилии и рядом какие-то циферки вот мне кажется что здесь должны быть представлены документы подлинники или копии документов и реальные судьбы людей вот я считаю что это наш народный долг так это все и делается на самом деле все и делается да не так все трагично да и конечно мы же давно об этом говорим конечно да все на самом деле не так печально потому что одна часть общества делает эту работу давно последовательно осознавая все эти проблемы поэтому ну не все так безнадежно в конце концов стена памяти на Сахаровском проспекте ну вот она строится это решение Путина да решение Путина ну я повторяю преодолевать как бы народное мнение очень сложно в массе ну конечно как ну как ну можно я спрошу мне да да историка которая занимается современными исследованиями существует ли какая-то методология и и технология используя которую можно было бы понять реальное число захороненных или хотя бы топографию того что происходило на двенадцатом километре я знаю сейчас такой информации о подтвержденной о числе да ну вообще первый источник это архивные документы потому что там есть приговоры все решения эти да кто приговорен и кто действительно расстрелян все это существует а второе это работа как бы на местности вот я лично никогда этим я не археолог и не занимался вот например анатолий разумов из питера который создает ленинградский маркиролог он сам и археолог да и эксгумацией занимался у нас большой специалист по этому вопросу владимир павлович матреевич но он занимается военнопленными но тоже специалист эксгуматор и эти люди они вполне способны определить количество захороненных места методика существует просто я как бы с этой методикой сам не сталкивался у меня был какой-то опыт но вот я больше как бы в архивах работал а методика есть если она будет востребована то она тут же как бы и появится да спасибо спасибо вам за вашу лекцию всем спасибо